Я сначала была Эммочка, потом стала Эмма, потом стала Эмма Федоровна. А сейчас я стала просто Эмма. Опять? Да. Знакомьтесь, Эмма, 82 года. Хотя ни она сама, ни окружающие с таким возрастом не согласны. 75 лет, когда мне стукнуло, я один раз пришла в какую-то организацию, а там молодая девушка, что-то там записывает и спрашивает. А назовите ваши, ну, когда вы родились? Я говорю, 5 октября 1936 года. Она так обалдела, я извиняюсь, остолбенела и говорит, это что, первая половина прошлого столетия? В 75 она впервые задумалась о здоровье, открыла интернет и начала заниматься физкультурой дома. В 81 пришла в зал. Конечно, я ходила, это было смешно, как я выглядела. Это, конечно, мой тренер, наверное, ужасался. Я сама сейчас вспоминаю, это вообще смешно. Во-первых, я была одета, вы знаете, вырежете потом, как Олег Попов когда-то, клоун. Я же не знала, что и как. Я пришла в каких-то тапочках вязаных. Ну, потом я быстренько сориентировалась, все, и потом стала вот заниматься. Вот я смотрю на это и не понимаю, что это такое. А сейчас-то я уже понимаю. Сейчас я вот эти штучки уже кручу. Она крутит штучки, понемногу добавляя вес. Естественно, под присмотром профессиональных тренеров. С возрастом у пожилых людей начинается мышечная дистрофия. Люди начинают все в старости сидеть, лежать и никуда не ходят. Мышцы начинают затухать. Желательно с гантелями заниматься, с тренажерами, то, что мы как раз сами и делаем. Это пойдет на пользу, будет укреплять мышечные волокна. Если есть ограничения по здоровью, нужно их соблюдать. То есть, если у нас больная спина, приседания со штангой у нас будут либо отменены, либо минимальны. Она лихо качает спину, бицепсы и ноги. Из обязательной программы еще и планка. Кстати, во время съемки, видимо, на адреналине, Эмма умудрилась побить не только личный рекорд, но и, пожалуй, рекорд всего зала. Планка. Две минуты. Осталось 5 секунд. Ой. 3, 2, 1. Отдыхаем. Две минуты. Какое любимое ваше упражнение? Какое любимое мое упражнение – велосипед. Я там смотрю телевизор. Если я не буду заниматься, у меня плохое настроение. Это однозначно. Это прямая зависимость. Я все время ходила с ощущением, что у меня болит спина. Она болит, болит и болит. Я не умирала, но она болит. А сейчас я ловлю себя на мысли – она не болит. Ну, конечно, бывает когда-то, но она не болит. Тренеры и врачи говорят, заняться собой не поздно никогда. Главное – настроиться и отбросить стеснение. Есть адаптационный период, он недельки две идет. Потихонечку втягиваемся в работу, и потом уже через месяц, через два будет видно хоть какой-то результат. Очень даже меня мотивирует человек, потому что хочется также в таком же возрасте еще находиться здесь, тренироваться. И хочется видеть больше людей, которые тренируются. Она действительно пример для тех, кто тренируется с ней в одном зале. А еще Эмма говорит – надо с такой же легкостью дожить как минимум до 90 лет. А там посмотрим. Это, наверное, пример, но это и для меня надо. Потому что теперь я уже отсюда не иду, наверное, и потом настроение же будет портиться. То есть я твердо знаю – понедельник, среда, пятница. Все, как ученач. Меня никто не трогает. Я иду. Юлия Анфалова, Владислав Шишмаренков, СТС, Челябинск.